Дорогие коллеги, доброе утро! Большое спасибо, что собрались сегодня на наш проект. Меня зовут Кристина Лях, я представляю дирекцию международного сотрудничества Медиагруппы «Россия сегодня». Я рада вам представить моего коллегу, еще одного нашего спикера, на сегодня Максима Жесткова, начальника отдела социальных сетей, дирекция государственных проектов нашей Медиагруппы. Чуть позднее к нам подключится медиаменеджер из Ирана, управляющий директор газеты «Иран Дейли», господин Тураж Ширалилу. Он на английском языке также расскажет нам о работе соцсетей и своем опыте в преломлении именно в Иране. Прежде чем передать слово другим спикерам, я бы хотела рассказать про нашу Медиагруппу и частично, наверное, осветить то, чем занимаюсь на работе я. А это продвижение за рубежом наших проектов, не только проектов нашей Медиагруппы, но и нередко каких-то проектов, связанных с гуманитарными или культурными, или научными проектами российских компаний, организаций и так далее. Как вы видите, на презентации мы называемся Медиагруппа «Россия сегодня», и мы охватываем очень много продуктов, брендов и различных проектов. И как вы, наверное, знаете, может быть, не знаете, информационное агентство — это в первую очередь новостные ленты. Собственно, знаете ли вы, что такое новостная лента? Здорово, потому что для многих это, в принципе, открытие, что помимо сайта Ариару или помимо сайта спутников наших есть еще закрытый терминал, где в режиме реального времени в течение минуты публикуются десятки, если не сотни сообщений, которые закрыты от обычного пользователя и к которым подключаются как раз-таки СМИ со всей России и порой со всего мира для того, чтобы получать оперативную информацию из того, что происходит сейчас в России. Мы располагаем достаточно большим, пожалуй, может быть, даже самым большим в России фотобанком. О нем я расскажу чуть позднее. Вот сегодня мы с вами общаемся из вашего телецентра. Наше же информагентство имеет собственные пресс-центры не только в Москве, но и во многих городах как ближнего, так и дальнего зарубежья, которые все управляются из Москвы и которые позволяют нам проводить также прямые эфиры или до пандемии, крупные очные мероприятия со спикерами со всего мира. Это наши онлайн-СМИ, это упомянутые уже РИА-новости, это агентство «Спутник» более чем на 30 языках и ряд других проектов, о которых я вам также расскажу. Кроме того, сейчас в нашу медиагруппу входит и радиовещание. Мы разрабатываем мобильные приложения. У нас есть собственные продукты по рейтингам, по аналитике. Отдельная дирекция, даже не одна, готовит у нас дизайнерские продукты и инфографические материалы. Сейчас активно развиваются подкасты по как научным тематикам, так и по каким-то еще более специализированным темам. Мы активно проводим мероприятия. Огромная дирекция переводов помогает нам переводить на множество иностранных языков, не только на самые популярные, но и вот недавно мы делали мероприятия для Иранского университета тоже в рамках этого проекта. И переводчик на Фарси также в режиме реального времени нам помогал. И, конечно же, у нас развиваются технологии альтернативной реальности или виртуальной реальности. Что я хотела отметить. Данная лекция входит в проект «Новая эпоха правды», который реализуется при поддержке фонда публичной дипломатии, фонда Горчкова, и автономной некоммерческой организации «Центр содействия и реализации образовательных проектов». Это наша не первая лекция. Мы провели уже несколько и очных лекций для российских вузов, и онлайн-лекций для зарубежных вузов. В частности, мы связывались и с Пекинским университетом, и с крупнейшими вузами Ирана. Скоро предстоит такие же мероприятия для ЛАД Америки. И все это мы реализуем на базе нашей дирекции с привлечением спикеров от различных подразделений нашего агентства. Как вы видите, внизу на презентации логотипы всех брендов, которые входят к нам. Может быть, вы как-то читаете и на СМИ. Там переводят, как правило, самые какие-то яркие или резонансные публикации из зарубежных СМИ, которые могут быть интересны российским читателям. Сейчас очень активно развивается наш проект ТОК. Может быть, вам попадалось, и, наверное, не всем даже приходит на ум, что ТОК как-то связан с нашей медиагруппой. Там какие-то вирусные видео, они много делают по социальной тематике, по экологической сейчас часто тоже попадаются в сети. И вот еще одно такое направление видеопроизводства — это кот. И тут говорящее название. Там очень много вирусного такого развлекательного, мягкого контента, в том числе про котов. Агентство Prime — это деловая информация. Наверное, это больше может быть интересно тем, кто работает с финансами, с экономикой. Реоспорт опять же говорит за себя как реанедвижимость. Поэтому у нас много редакций и много разных направлений нашей работы. Но русскоязычные проекты, они работают именно для российской аудитории. Огромный пласт нашей работы направлен на взаимодействие с зарубежными аудиториями. И это как раз-таки наше международное новостное агентство и радиоспутник. Для того, чтобы обеспечивать вот такое вот широкомасштабное вещание в России и за рубежом, у нас очень налажена широкая корреспондентская сеть по всему миру и, конечно же, в России. И, собственно, это выстраивается за счет того, что создаются локальные профессиональные крупные офисы в зарубежных странах. И там работают не только, да, россияне, наши собственные сотрудники, но и местные корреспонденты, которые владеют как носители языком, которые максимально включены в локальную повестку. В частности, в Пекине у нас офис, я не хочу ошибиться с количеством сотрудников, но это, я думаю, не 10 и даже не 15 человек. Большой офис в Пекине, где также работают индийцы. Большой офис в Латинской Америке. И вот такая редакционная политика позволяет максимально встраиваться и конкурировать с местными СМИ за счет того, что мы не только из Москвы рассказываем о том, какой у нас взгляд на вещи, но мы изнутри пытаемся смотреть на внутреннюю повестку глазами людей, которые работают там. В том, что касается новостей на русском языке, в том же терминале у нас множество специализированных тем, и хотя это продукт больше, наверное, B2B, то есть для специализированных СМИ, для профильных изданий, там можно настраивать конкретные тематики по политике, по экономике, по культуре, чтобы в режиме реального времени вы видели все, что публикуется по заданной теме. Наши ленты на иностранных языках — это ленты на английском, на испанском, на арабском, на китайском, и не так давно была запущена лента на фарси или же на персидском. Собственно, выбраны крупнейшие языки, которые охватывают максимальное количество стран по всему миру. Например, вот испанский язык, по сути, покрывает всю Ибера, Америку, за исключением Бразилии, где говорят по-португальски. И также арабский язык, английский язык позволяет охватывать максимальное количество стран по всему миру. Если вам будет интересно, советую посмотреть Visual Reant. Там не только те фотографии, которые в последние десятилетия публикуют, там можно найти много архивных материалов, и когда, допустим, мы делаем или сами, или с нашими партнерами какие-то совместные фотовыставки, иногда получается найти фотографии даже 30-х годов или, я не знаю, конца 20-х годов. К нам стеклось в итоге очень много архивных материалов по двусторонним отношениям, по каким-то важнейшим историческим событиям. И активно мы сами, во-первых, это используем, и плюс другие и компании, и другие СМИ покупают и пользуются нашими фотоматериалами. И из-за того, что фотослужба такая большая и профессиональная, нередко сотрудники выигрывают крупные награды в области фото-журналистики, такие как World Press Photo или какие-то еще более специализированные награды. Собственно, мы этим очень гордимся. Поэтому, ну, просто для интереса, если вам будет любопытно посмотреть, то это visualreant.ru. Собственно, наш пресс-центр. Сайт Rear.ru — один из лидеров цитируемости в Рунете. Спутник News.com — это флагман на английском языке. И если вы, опять же, зайдете на этот сайт и найдете плашку языковую, то вы увидите, что там более 30 языков вещания не только самых крупных, но и более таких, более узких языковых направлений, в том числе и на турецком, на азербайджанском, на армянском, на белорусском и много-много других языков. Если будет интересно, также советую посмотреть. Вещаем мы не только на русском, вещаем мы также на множестве иностранных языков. И вот возвращаясь к теме фото-журналистики, также и наша дирекция, и много других коллег активно работают над конкурсом фото-журналистики имени Андрея Стенина. Это наш коллега, который погиб при исполнении профессионального долга. Он долгое время работал в горячих точках, и, собственно, его гибель трагическая подтолкнула нашу медиагруппу к созданию фотоконкурса, посвященного именно фото-журналистике. И к участию в этом конкурсе мы приглашаем молодых фото-журналистов до 33 лет. Если у вас будут, если вы занимаетесь профессионально, полупрофессионально фотосъемкой, какой-то такой новостной, или даже не совсем новостной, пожалуйста, также принимайте участие в этом конкурсе. По итогам мы со всего мира отбираем лучших фотокорреспондентов и организовываем их выставки и в Москве, и по всему миру с помощью наших партнеров. Я, как представитель международной дирекции, большую часть времени работаю на продвижение спутника. На самом деле у стран по всему миру, у крупных стран, есть свое развитое иновещание, и все страны борются за то, чтобы это иновещание развивалось. Потому что не только международная сеть BBC должна иметь возможность на разных языках вести трансляции, но и другие страны мира в этой информационной борьбе стремятся доносить свою позицию на события как в своей стране, и так и по всему миру. Потому что действительно же честнее будет, чтобы мировые СМИ цитировали спикеров о событиях в России, не беря эту цитату или не беря это мнение у французского информационного агентства, или немецкого, или британского, а беря это именно у российского информационного агентства. И это касается не только России, это касается огромного количества стран по всему миру. В ряде регионов нам, в ряде стран спутникам вообще удается выбиваться в топы СМИ, в топы цитируемости. Конкретно вот в этом регионе им удается конкурировать с крупнейшими страновыми СМИ, национальными СМИ. И очень хорошая позиция у нас в ряде стран СНГ. Спутник прекрасно продвигается во Франции, потому что наши корреспонденты, допустим, не боятся идти на забастовки желтых жилетов, или в какие-то такие острые социальные моменты включаться и тоже это освещать активно. Спутник Афганистан, спутник Арабик тоже имеют прекрасные показатели по цитируемости. Вот данные нашей встречи также похожи на наш проект Спутник Про, который мы запустили в 2018 году и активно проводим как в России, так и за рубежом, как для российских участников, так и для зарубежных. За это время, мне кажется, уже более 80 стран в том или ином виде поучаствовало. В этом проекте, собственно, он состоит в том, что мы организуем либо учебные программы у нас в Москве, куда приезжают участники, часто это бывают смешанные международные группы, и для них выступают лекторы по самым широким темам, от того, как правильно готовить материалы для выпуска на новостной ленте, или как правильно готовить фото, материалы, инфографику, вплоть до того, как делать видео для Ютуба, или как выстраивать технологическую основу для работы информационного агентства. И с началом пандемии, как и все, мы ушли в онлайн, и, собственно, с нетерпением ждем, когда снова появится возможность проводить мероприятия в оффлайн формате, как сейчас. Кратко расскажу про специфику именно международной работы. Может быть, вы также обращали внимание, что на Фейсбуке по-разному брендируются разные СМИ. И, допустим, когда в аккаунте агентства «Рейтер» идут публикации, «Рейтер» не отягощен никакими дополнительными эпитетами в шапке этой публикации. В отношении агентства «Спутник», например, применяется фраза, что это издание контролируется в государственном России. Не только в отношении российского «Спутника», но и я сейчас начала замечать то, что китайским СМИ применяется такое. Я думаю, если там поактивнее поискать, это можно будет найти и среди других СМИ. И вот если вы спросите меня, как обеспечить доступ не только к пророссийской, или про-британской, или про-китайской позиции на те или иные вещи, наверное, лучше всего будет смотреть и читать несколько разных СМИ из нескольких разных стран. Например, не только «Спутник», но и «Евроньюз», или «Американская Синэн», или «Китайское информационное агентство Синьхуа», или телеканал «Ай Джазира», который также очень активно развивается, и который постоянно публикует очень интересные репортажи на разные темы. И вот непосредственно моя работа заключена в том, что я на ежедневной основе работаю со зарубежными СМИ. У нас в Москве огромное количество аккредитованных журналистов из зарубежных изданий, и мы как приглашаем их на мероприятие, так и они сами к нам приходят, так и мы очень активно работаем со СМИ, которые сидят за рубежом, мы их приглашаем к нам в пресс-туры, или же просто с ними связываемся удаленно, для того, чтобы они освещали какие-то инфоповоды или какие-то наши события. И что хочется сказать, то что мы в своей работе стараемся не делить на какие-то языковые группы странные, потому что англоязычный мир очень разный, мне кажется, более 60 стран так или иначе говорят на английском, как на родном, это государственный язык. И эти страны все очень разные, так и испаноязычные страны все совершенно разные. Допустим, там Испания и Чили, но это же совершенно разные миры, и то, что мы с ними не выходим на испанском языке, не значит, что это решает все проблемы, там нужно искать специфический подход к каждой стране. Выходя с продвижением какого-то продукта в какой-то регион, нужно четко понимать, зачем мы это делаем. Очень часто какие-то компании, которые хотят париться за рубежом, заинтересованы именно в западных странах. И, ну, конечно же, можно понять, это крупные рынки, это огромные авторитетные СМИ, но нередко получается проводить замечательные пиар-компании в странах Ближнего Востока, в Африке, в Латинской Америке, в странах Восточной Европы или, допустим, в Азии, где тоже очень-очень-очень развитый медиарынок. И порой очень помогает ориентироваться не на крупнейшие информагентства или СМИ, а на профильные издания или на какие-то специализированные издания или даже какое-то приложение в конкретном городе у этой газеты, которое гораздо более будет заинтересовано посетить или осветить это мероприятие. Ну, наверное, дальше, чтобы не затягивать, я передам слово моему коллеге, который расскажет уже про соцсети. А если у вас будут какие-то еще вопросы и про нашу медиагруппу, и про то, как именно работать в направлении связи с общественностью, я позднее буду очень рада ответить вам на эти вопросы. Максим, пожалуйста. Да, здравствуйте, коллеги. Очень приятно быть здесь, очень приятно всех видеть. Вот, я немножко представлюсь. Я, меня зовут Максим Жестков, я работаю в агентстве РИА Новости, сейчас это медиагруппа «Россия сегодня» уже больше 10 лет, соответственно. Пришел я туда корреспондентом на стратегию 2020. Я думаю, что могли такое слышать. Это основной документ, которым мы руководствовались при социально-экономическом развитии. То есть государство написало специальную стратегию при помощи экспертов, научного сообщества, бизнеса и органов власти, в том числе региональных, для того, чтобы вот до 2020 года выстроить наше социально-экономическое развитие. Вот. Соответственно, начинал я как корреспондент. Скажу сразу, я не журналист по образованию, я политолог, ну и закончил аспирантуру, кандидат политических наук по политической психологии. Очень такое направление специфическое, скажу вам сразу. То есть мое исследование заключалось в том, что я выявлял образы власти, то есть как люди представляют себе власть. То есть это не количественные методы, как там социология и так далее, то есть не просто опросы. Это качественные измерения. То есть я, допустим, приносил людям, просил их нарисовать власть, и они мне рисовали несуществующее животное или, ну, то, что у них рождалось сознание, они рисовали, потом я сидел и анализировал. На этом выстраивалось огромное исследование по образам власти. Соответственно, сейчас у меня смежная сфера, это социальные сети. Вот, соответственно, я сейчас уже возглавляю небольшой отдел социальных сетей именно дирекции государственных проектов. То есть сфера моей деятельности — это госпроекты, это взаимодействие с органами власти и все в такой стезе. Чем конкретно я занимаюсь? Возможно, кому-то может быть интересно и в том числе это направление. А сейчас в соцсети стали нашей жизнью. То есть если мы раньше там очень долгое время говорили о том, что в соцсети вот-вот это модель нашего общества, это передовые инструменты, веб-сайты, платформы, то сейчас это наша жизнь, по сути. Потому что в соцсети можно авторизироваться в каких-то сервисах, например. Можно там заказать уже такси. Ну, то есть плотно соцсети вошли в нашу жизнь. То есть они стали такой экосистемой нашей жизни. Так вот, я занимаюсь тем, что я мониторю социальные сети. Я их анализирую на предмет каких-то обсуждений, каких-то комментариев, в том числе негативных. То есть сейчас, как вы знаете, в том числе бренды и органы власти, и люди просто все хотят знать, что о них говорят в социальных сетях. Ну, вот мой маленький отдел занимается тем, что мы находим эту информацию, анализируем, делаем небольшие справки аналитические, большие справки делаем в том числе, анализируем какие-то связи, выстраиваем кто, о чем говорит, о чем думают. В общем, рождаем некоторые такие продукты, которые, я вам скажу, что сейчас имеют большой запрос как у коммерческих структур, так и у органов власти, естественно. То есть, ну, так представить, практически, наверное, любой регион, любой чиновник имеет у себя СММ, СММ, так сказать, не знаю, там, несколько человек, которые занимаются продвижением его аккаунтов, в том числе они работают как с комментариями, так с рисками, так с негативом, и выстраивают из этого, не просто как-то удаляют, а пытаются с этим как-то работать. Я вот больше за конструктивную работу с комментариями и так далее. Немножко расскажу про соцсети. То есть, естественно, вы все многое знаете. То есть, соцсети стали реально нашей жизнью, хотя изначально они выполняли, но сейчас уже прям подменили. Основные функции такие, что это социальная коммуникация. То есть, соцсети создавались для того, чтобы мы с вами, люди, общались, нам было удобно. То есть, там, не знаю, уезжая из своего, с малой родины в большой город, вы все равно оставайтесь на связи с друзьями, с родителями и так далее. То есть, а это была основа социальных сетей. Дальше, естественно, это развлечения, котики, фото, видео, контент и так далее. Дальше это образование. Со временем соцсети стали таким, одним из источников самообразования. То есть, появились паблики сообщества, которые связаны с самообразованием. То есть, вы можете, там, не знаю, английский начать подтягивать. Очень многие подписываются на такие социальные группы. Я не знаю, потом читают или нет. Но у своих друзей я очень много замечал такого, что подписываются какое-то время на очень много разных групп. Типа, вот я буду изучать французский. Подпишусь ВКонтакте на все языковые группы. Ну, естественно, когда у тебя этих пабликов 600, ты уже начинаешь теряться. Естественно, соцсети делают проще. Они вводят хронологически, не хронологически, а алгоритмические различные ленты, упрощая потребление контента. Но по факту очень сложно это все контролировать. Соответственно, новости. Я позднее скажу, что очень много людей приходят в соцсети для потребления новостного контента, аналитического, политического, в том числе социального. То есть, узнают о новостях в своем регионе. Мне недавно мама написала, говорит, классно, подписалась на такой паблик клевый. Вот он связан с нашим городом. Это был паблик, то ли типичный что-то там, то ли подслушанно. Говорит, очень классное сообщество. Да, то есть, такие создаются для того, чтобы вот контролировать повестку в регионе. Дальше. Соответственно, социальные сети со временем, то есть, когда мы стали уже немножко надоело общение, все становятся блогерами. Естественно, медиапотребление, оно и доводит нас до какой-то стадии, когда мы хотим уже саморазвития. То есть, знаете, там, наверное, может быть, по пирамиде масла. Саморазвитие – одна из наших высших ступеней развития. То есть, это личное продвижение, это какое-то ведение своего блога на какую-то определенную тематику. Вот. И, соответственно, последняя функция социальных сетей – это продвижение компаний, брендов, органов власти, политиков. То есть, вот это основные идеи, для чего, в принципе, используются сейчас социальные сети. По данным, по официальным данным в ЦИОМа сейчас интернетом пользуются более 70% людей. Из них, конечно, очень сложно противостоять в медиаконтенте с телевидением, потому что все еще это главный источник информации. То есть, вот по тем же данным, 42% до сих пор продолжают смотреть телевидение, несмотря на то, что там друзьям говорят, что я не смотрю телевизор. Но все равно поглядывают изредка. Социальными сетями зачитываются также где-то около 40%. 29% из них сидят в социальных сетях более 3 часов. То есть, социальные сети, ну, вот прям наше все практически. Сейчас нет социальных сетей, и, ну, это прям сложно будет. Значит, соответственно, процентов 20 просто интересуются в интернете информацией. То есть, новостные аналитические сайты, какие-то обозревательские, какие-то блогеры тоже известные, их тоже читают. Вот. Соответственно, 4% по тем же данным сидят в мессенджерах и узнают всю информацию оттуда. Соответственно, какой контент сейчас преобладает? Есть такой топ-5. Он уже очень давно не меняется. Но самое главное — это, естественно, новости о событиях в стране и мире. У нас очень, не знаю, откроют для вас какой-то секрет или нет. Скорее всего, нет. Но общество в последние годы очень политизировано. Очень, так, растет напряженность. Все в социальных сетях приходят сублимировать, писать о том, что у них наболело. И, соответственно, потребность на то, что это читать, очень высокая. Вот. То есть, 49% людей реально читают новости, аналитику и так далее. Из них, прямо вот конкретно в этом топе выделяется политика. То есть, 40% читают именно политические тексты, связанные с политикой. В том числе, как патриотически направленной, так и либерально направленной историей. Около 40%, где-то 39% — это самообразование, саморазвитие. Это вот те самые пословутые паблики языковые. Очень много, ну, естественно, переходит на курсы, но начинается это все социальных сетей. Чтобы заинтересоваться каким-то направлением, там, допустим, IT, я начинаю читать сначала паблики, связанные с продуктовыми какими-то историями. И только потом иду на курсы, если мне это достаточно интересно. 37% — это юмор и 36% — рецепты. Ну, это, скорее всего, ну, юмор он поглотил, то есть, это большая часть уже приходит туда. Но рецепты — это самое удивительное, так сказать, стезя в чтении интернета, в контенте, которое, ну, ее, наверное, очень сложно пошутнить, пошутнуть вообще. Немножко расскажу. Естественно, самые популярные соцсети, я вот не знаю, Facebook, мне кажется, немножко угасает в этом плане. Какое-то время назад это считалось одной из передовых социальных сетей, потому что именно там встречалась аналитика, там были очень крупные блогеры, которые вели, рассказывали, очень многие их читали. Сейчас все переходит на то, что контент должен угостряться, уменьшаться. То есть, соответственно, это Инстаграм, это Телеграм, это ТикТок, это ВКонтакте, потому что ВКонтакт пытается, пытается активно развиваться, подстраивая свою площадку для блогеров, для стримеров и так далее, для всех. То есть, соответственно, ВКонтакте, ну, для российской аудитории одна из таких крупнейших социальных сетей. Дальше YouTube. И самое удивительное, самое удивительное, что Телеграм, конечно, в меньшей части населения преобладает, но большее это, естественно, WhatsApp. WhatsApp такой в какой-то момент даже считался рассадником, такой фейков, ну, такой вот, ничего с этим не поделать. Соответственно, вот именно в WhatsApp очень многие, конечно, приходят за перепиской, за общением, но общаются и по работе, и участвуют в пресловутых группах, дискуссиях, чатах, откуда очень много, в том числе я по своей работе, ловлю информации фейковой, с которой приходится где-то бороться, где-то пресекать, где-то еще что-то. Ну, то есть, я думаю, что очень многие, в том числе и там сейчас, особенно, когда обостряется вопрос вакцинации масок, естественно, WhatsApp просто здесь на передовой. Даже много возникало скандалов, связанных именно с родительскими группами, родительскими чатами. Самый громкий, по-моему, был даже в Краснодаре, когда был убит один из родителей после ссоры в WhatsApp. Вот. Потом они очень встретились, соответственно, ставился конфликт. Ужасно. Вот. Соответственно, что касается ТикТока, например, самое удивительное, естественно, развлекательный контент преобладает, но у меня удивительно, как для информационщика это оттуда все равно продолжает черпать и для самообразования, и для новостей. То есть, около 20% по официальным данным, по официому в том числе, люди там узнают новости, читают в том числе блогеров, которые доносят какую-то информационную повестку. Я был, ну, естественно, эту площадку осваивают в том числе, ну, вообще все. То есть, например, я наткнулся на то, что был такой блогер, он, мужчина из Сибири, переехал в Южную Корею работать, и одно время он рассказывал жизни в Южной Корее. Вы знаете, что у нас в России действует запрет на вывоз дерева, кругляка. И вот он, работая на деревообрабатывающей компании в Южной Корее, снял видео о том, что вот, ребят, смотрите, вывозят наш лес, и снял видео о том, как некая амурская компания вывозит вот в Южную Корею лес. Соответственно, там очень много этого всего было, очень большой отклик, то есть, что доказывает, что в TikTok, конечно, не только танцевальные какие-то видео, развлекательные, но есть и контент, который, ну, как бы он, это логичное продолжение всех площадок, куда приходят сначала за развлечением, естественно, туда потом затекают и различные блогеры политической направленности, социальные, и начинают как-то там разрастаться. Так что для меня вот это было удивительно. История. Вот, соответственно, соцсети уже сейчас, конечно, для брендов также одна из главных маркетинговых площадок. Как вы знаете, может быть, сейчас одна из важнейших направлений маркетинга это диджитал маркетинг. Он связан как с продуктами на своих сайтах, так и продвижением в социальных сетях. Очень много СММщиков идут в коммерческую стезю. То есть брендам нужно не только продвижение, не только внедрение своих продуктов, но и продажи. Отсюда и таргетированная реклама, контекстная, нативная, работа с блогерами, с там, нано-блогерами и так далее. То есть бренды, естественно, приходят сюда за привлечением внимания, за доверием. То есть именно через соцсети они выстраивают свой авторитет, доверие пользователей. Ну то есть отсюда, конечно же, конечно же, все шуточки, мемы, на которые реагируют бренды. Естественно, если запускается какой-то флешмоб, ну, например, из последнего, это вот этот Москва-люблено, естественно, бренды на это реагируют. Естественно, они пытаются сделать то же самое, встроить такой ситуативный маркетинг себя в этой истории. Вот. Естественно, они сюда входят. То есть соцсети для брендов сейчас тоже очень важная история. Вот. Значит, и здесь, поскольку соцсети растут, становится очень много блогеров, очень много людей, которые в соцсетях пытаются себя продвинуть, создавать какую-то интересную информацию, хайповать и так далее. Мы сталкиваемся с тем, что мы, как журналисты, должны проверять эту информацию. Соответственно, это такое слово факт-чекинг. Мы должны проверять информацию на ее достоверность. Естественно, засилие фейков и сейчас борьба с фейками одна из главных историй как и для органов власти, так и для СМИ, так и для некоторых блогеров. То есть, как мы знаем, очень много даже конфликтов между блогерами происходит из-за того, что один набросил информацию, другой ее опроверг и так далее. То есть, это просто вот фейки стали главной нашей проблемой. И очень много. То есть, я вот занимаюсь мониторингом социальных сетей. Каждый день вижу не то, чтобы даже фейковую информацию, а есть просто какой-то ужас, происходящий в социальных сетях. То есть, есть люди, которые, ну, к сожалению, сложно назвать адекватными, но создают нереальное количество какой-то неадекватной информации. И вот просто если смотреть там ленту по каким-то запросам, то вы, ну, процентов, там, не знаю, 60, это будет реально мусор информационный. И вот в этом нужно, это нужно разгребать. Вот как раз моя работа заключается в том, что я по заказу или там по какому-то велению сердца в том числе занимаюсь разбором этого мусора. Для кого-то отделяю одну историю, для кого-то другую, но я копаюсь в этой истории. Конечно, есть мониторинг машинный. Это когда создаются программные обеспечения, там, допустим, бренд-аналитикс, медиалогия и так далее. Если вы знаете такие компании, я думаю, они достаточно на слуху. Они создали свои системы мониторинга социальных сетей, которые позволяют выявлять, в том числе, как упоминание бренда какого-то или, ну, не знаю, чиновника, или еще что-то, какой-то структуры, может быть. Так и количественные показатели показывают, там, информацию негативную, там, тональности какие-то и так далее. Я занимаюсь именно качественными исследованиями, то есть я читаю самих блогеров, сами посты обычных рядовых людей, которые, там, пишут о вакцинации, там, о масках и так далее. То есть выявляю какую-то реальную общую, есть ли напряженность, нет напряженности и так далее. То есть вот есть компании, которые создают для этого продукта, есть вот такой олдскульный ручной режим. Но без него, вот если в совокупности, то мы тогда можем получить какую-то конструктивную картину мира, с которой можно работать. На мой взгляд, если выключаешься из какой-то стези, то есть сделать ставку только на количественные, то ты теряешь, то есть ты узнаешь тональность, да, там, говорить негативно, но ты не узнаешь конструктив. Что, с чем работать? Если негативно, то как люди воспринимают данную информацию? Так что, соответственно, я для журналистов в основном, естественно, рассказываю, как нужно читать соцсети, как нужно анализировать, как нужно использовать эту информацию, чтобы не стать объектом насмешек, не встать, там, на поводу у мошенников. И в том числе самое главное, что мы должны участвовать в наш контекст, это не попасть под действия законов, не стать, там, объектом проверки прокуратуры, Следственного комитета, как вы знаете, сейчас становится это нашей объективной реальностью. Любого блогера, любого музыканта могут проверить на предмет у него, там, экстремистской направленности и так далее. То есть это сейчас такое минное поле в соцсети для блогеров, для журналистов, для тех людей, которые начинают сами писать, создавать свой контент, это минное поле. И для того, чтобы его обходить, вам, как журналистам, там, блогерам, нужно вот это обходить все. Это нужно все учитывать. Соответственно, фейков, конечно, очень много. Даже вот, например, Кембриджский университет запустил исследование. Они собрали очень большое исследование, очень большую группу людей, которые исследовали. Называется такой, сейчас связанно, игровой контент такой вот, называется Go Viral. То есть, соответственно, людям предложили создавать в социальных сетях определенный контент, определенного вида, фейки, непроверенную информацию, каких-то, там, экспертов неизвестных, и писать эту информацию. Ну, так, условно, хайпово. И, соответственно, после того, как они написали эту публикацию, разместили ее, дальше программа выдает им, какие последствия эта информация имеет для общества. То есть, сколько людей прочитало, сколько приняло к призыву к действиям, сколько людей, там, не знаю, написало у себя ту же информацию, сделал репост. И, соответственно, вот этот выявляется, там, коэффициент вовлеченности взаимодействия с этой публикацией. То есть, коэффициент на, там, насколько могут власти, там, оштрафовать того блогера или еще что-то. То есть, соответственно, борьба с фейками, она нужна. Нужна для того, чтобы люди узнавали информацию все-таки полезную, важную, очень, очень ту, которую не могли бы применять. Сейчас ее просто очень много. Если вы пообщаетесь с, там, с родителями или даже со сверстниками, не вся информация, которую они до вас доносят, рассказывают, она так или иначе проверена. Кто-то рассказывает ее ради прикола. Кто-то рассказывает ее, потому что уже на серьезное его задело эмоции и так далее. И уже есть какие-то, там, призывы к действию и так далее. То есть, это все нужно анализировать. Нужно проверять. Нужно, там, как минимум три источника. Нужно смотреть на ангажированность этой информации. То есть, кому выгодна эта информация. Какой посыл она несет. Какая цель у этой информации. То есть, например, это просто вызвать эмоции, донести какой-то контент до вас, какую-то новость рассказать. То есть, очень много блогеров, например, в Ютубе, они занимаются тем, что они, допустим, прочитали новостную ленту за день и для вас создают дайджест. Для вас, для своих читателей создают дайджест. Но как это обычно выглядит? Чтобы, естественно, ролик был смотрибелен, у него было много просмотров, это обязательно какая-то плашка кричащая и обязательно какие-то заголовки, на которые люди клюют. То есть, допустим, там, опять же, Мишустин всех обманул. Или там опубликовано. Раньше это была такая контекстная броска рекламы, сейчас это активно используют блогеры. С этим ничего не поделать и ничего с этим не надо делать. Но примерно представлять, что, например, такая информация может стать для кого-то призывом к какому-то негативному действию, это нужно понимать. То есть, какая социальная ответственность для этого должна быть. Я не говорю о том, что это нужно, какие-то проверки для этого обязательно, нет. Но сама цензура, она кое-какая все равно должна быть. Я именно вот эту точку зрения поддерживаю. То есть, соответственно, при чтении в социальных сетях вам нужно учитывать и форму подачи информации. Есть, например, такой контент-анализ, дискурс-анализ, когда ученые, читая тексты политиков, выявляют у них мотивы, достижения, мотивы власти. То есть, скрытые слова, триггеры, маркеры, которые свидетельствуют о том, что они хотят своим текстом донести до людей. Это может быть достижение, то есть, когда человек говорит, что вот он будет работать когда-то в будущем. То есть, он не говорит о конкретном. Он закладывает вам эти слова, которые вас, так, вами манипулируют. Соответственно, там, мотив власти, он такой, руководящая позиция у него, он хочет уже начинать вами влиять. Соответственно, блогеры, естественно, тоже это используют. Я по своей работе знаю, что эти слова-маркеры есть у всех. То есть, в процессе мониторинга социальных сетей мы эти маркеры выявляем, и на их основе ключевые слова там строятся по поиску. Эти слова находим. Мы смотрим дальше, там, допустим, это конструктивная информация или нет. И чтобы это сделать, то есть, очень многие люди, ну, то есть, эти маркеры, они достаточно психологичны. То есть, люди могут использовать рядовые эти истории, эти слова. Например, там, женщина из маленького города, там, допустим, Альметьевская, она жалуется на какую-то поликлинику на очередь, но у нее нет выхода на большие СМИ. Она пишет в каких-то доступных ей пабликах об этом. Естественно, эту информацию подхватывают сначала местные, потом федеральные. Либо, например, эту информацию находят те, кто мониторит соцсети. Я вам скажу, их очень много. Люди, которые мониторят соцсети, целое оно создано для того, чтобы знать, что в соцсетях говорят. Вот. Соответственно, такая информация, она найдется. Либо с помощью, там, запросов по больнице, либо каких-то маркеров достаточно эмоциональных слов. Вот. Соответственно, что нужно еще? Сейчас происходит такая, я бы сказал, такая мимизация пространства интернета, потому что если раньше, допустим, вот было, каждая соцсеть, она была такая немножко закрытая. То есть, если вы создавали юмор на пространстве пикабу, я не знаю, сейчас знаете, вот такой ресурс или нет, потому что он уже такой, уже немножко отходит на второй план, то все шутки агрегировались только там. И потом, там, пользователи Твиттера вытаскивали себе какие-то истории, рассказывали, вот, смотрите, на пикабу прочитал, вот вам скриншот. То сейчас это пространство захватил Твиттер. То есть, все шутки, весь контент – это вот блогеры-тысячники, которые расходятся, ну, максимальным просто тиражом. Сейчас, даже если заходишь на пикабу, где до сих пор создают какую-то важную социальную информацию, я не могу ее не учитывать, то там очень много такого Твиттер-контента, потому что это быстро, оперативно и так далее. То есть, ну, и, насколько мы знаем, в Твиттере все-таки сейчас, ну, по сравнению с Телеграмом, они прям в ноздря в ноздрю идут, по количеству пользователей, увлеченных именно в политическую и социальную сферу. Вот, то есть, это люди, которые хотят интересоваться, они создают свободный какой-то контент, они публикуют, они критикуют власть, они критикуют в том числе и оппозиционные какие-то силы. То есть, это вот такие прям, не знаю, площадки для информационной войны, которые проходят. То есть, вот это прям силы сталкиваются именно, на мой взгляд, в Твиттере и в Телеграме. Тут уже прям вот такая история. То есть, соответственно, мемизация, она в какой-то момент начинает уже подменять истину. То есть, мы просто уже мыслим мемами, мы рассказываем друг другу мемы. И журналист очень, особенно если это новичок, начинающий журналист, очень может попасться на эту удочку, если не проверить информацию. То есть, есть, например, не знаю, знаете вы или нет, но я думаю, что могли сталкиваться. Есть такой аккаунт интернет-издания «Панорама». Чем они занимаются? Они создают контент шуточный, который в какой-то момент, в какой-то момент он уже стал максимально похожий на тот контент, который создают государственные СМИ, там, независимые, в скобочках, в кавычках, СМИ. То есть, это вот прям уже они друг друга срослись. И, соответственно, переходит это в то, что журналисты подхватывают информацию из «Панорамы» и распространяют ее среди рядовых пользователей. Естественно, не проверяют информацию. И так мы узнаем, ну, например, вот из последнего, это не связано с «Панорамой», но вот проверка Оксимирона и Нойза. То есть, насколько я понимаю, была публикация в ЖЖ или где, после чего СМИ просто возбудились, начали все писать, что вот СК снова давит на исполнителей, будут проверять, на что пришлось потом писать, что это была шутка. То есть, создатель этой обращения написал, что это шутка, но, естественно, какое-то время оно все равно было в информационном пространстве. То есть, это нужно проверять. То есть, журналисты не проверили, повелись, говоря жаргонным языком, на хайп. И запустили эту информацию. Вот я больше за то, чтобы журналисты все-таки были специально ответственны за информацию, которую они подают. В том числе, это зависит, конечно, от студентов, которые учатся на журфаках и так далее. Ну, то есть, те, которые планируют потом идти в информационную среду. Не бегите за хайпом, проверяйте информацию. Все равно информация, если она важна, и она найдет своего пользователя, найдет своего читателя. Но вы отвечаете за доверие, за авторитет. Люди, которые однажды были обмануты, потом к вам уже не пойдут. Вы так и станете вариться вот в этой вот информационном потоке между СМИ. То есть, СМИ какие-то будут репостить, но люди к вам уже будут относиться с недоверием. Но это в лучшем случае. В худшем случае вы станете объектом проверок для органов власти. И, наверное, может быть, последнее, что я хотел сказать, да, это необходимость информационной гигиены, чтение закона СМИ обязательно. Нужно знать, с чем вы работаете, на что вы можете попасть. Как вы можете попасть. Это нужно знать о рисках. То есть, возможно, когда вы знаете, что вот это минное поле, где лежат эти мины, то можно использовать контент где-то на грани, который можно потом применять и использовать его в социальных сетях. Соответственно, я бы хотел еще поговорить про такую вещь, как Телеграм. Потому что сейчас, ну, на мой взгляд, это площадка, которая стала одной из главных для медиапотребления. Конечно, не могу сказать, что ей пользуется большая часть населения. Небольшая. Но это определенное время назад, и где-то, может быть, до сих пор, эта площадка имеет влияние на медиаповестку, на информационную повестку. Какое-то время назад она создавала даже повестку летучих органов власти. То есть, скажу вам так, что там чиновники собирались, приходили на работу, и первым, что обсуждали, это что сегодня написали ведущие Телеграм-каналы. Сейчас уже все поставлено, конечно, на поток. Очень многие Телеграм-каналы сдали, будем откровенны. Кто-то поменял автора, кто-то, кого-то закрыли, кто-то перестал писать, кому-то стало это неинтересно, кто-то, наоборот, может быть, перешел информацию такую инсайдерскую, перешел в разряд аналитической. То есть, немножко вот Телеграм стал повесткой, ну, обычной информационной площадкой. Но начиналось все как обычно. Как обычно, передовые соцсети, которые хотят стать популярными у какого-то креативного класса, раньше еще такое было понятие научное, как рассерженные горожане. Обычно там в 2012-2011 году применялся этот термин для того, чтобы показать людей, которые выходят на митинги, которые, ну, не готовы к прямым действиям, там, противодействию власти, но они готовы заявить о своем запросе на какие-то изменения. Да, сейчас они немножко так эмигрировали в кто-то, кто-то действительно за рубеж, кто-то на своей кухне, кто-то в интернет. И Телеграм стал площадкой для того, чтобы туда приходили люди, не знаю, там, вымещать где-то свой гнев, какую-то свою критику. Но там и возникло огромный пласт информации, так называемые инсайды, сливы, вбросы, которые очень многих подкупили. Площадка изначально получила свое распространение именно из-за того, что появились каналы, там, а-ля Низыгарь, Футляр и так далее, которые вот создают, допустим, рассказывают о противоборстве башни Кремня. То есть какая-то внутренняя кухня, а это всегда интересно. И то есть люди как раз за этим шли, как раз читали. То есть сегодня там у Низыгаря 300 тысяч подписчиков. Конечно, у него пострадал контент. Конечно, сейчас он уже не такой шальной от ножа, как был раньше. Когда его зачитывались, когда читали и думали, что, как отреагирует, это обсуждалось. Это журналисты, прочитав новую публикацию Низыгаря, шли к Пескову Дмитрию Сергеевичу, задавали вопросы ему, как он отреагирует, как и что. То есть это прям огромное, создавало информационную повестку. Сейчас Telegram, конечно, уже это маркетинговая площадка стала. Туда пришел бизнес, туда пришла реклама от Павла Дурова, которая вешается во всех каналах, неконтролируемая пока что. Вот, соответственно, но его читать тоже нужно. То есть я, например, вот один из крупных потребителей, наверное, Telegram. У меня коллега, может, кажется недостижимым, может быть, кажется абсурдным, может, кажется каким-то дико странным, загадочным, но она уперлась в лимит подписок на Telegram-каналы. То есть, соответственно, мы думали, что его нет, но вот она прям зачитывается. Естественно, там очень много сообщений. Естественно, в курсе всех событий, которые происходят здесь и сейчас. То есть есть какие-то RSS подписки. Это когда вот, например, вот у нас есть новостной терминал, куда сваливается информация. Допустим, спикер говорит, и чтобы вы понимали, через там 30 секунд информация уже появляется в нашем терминале. Практически расшифрованная, то есть ее можно уже использовать для работы. То там, например, есть каналы, которые тебе сразу вот событие произошло, и они сразу закидывают. То есть это в смартфоне вот вы сразу в информповестке. То есть с этой стороны Telegram, конечно, выполняет большую функцию для новостников, для журналистов, для СММщиков. Вы всегда в курсе событий максимально оперативно. Да, я уже заканчиваю. — А я сейчас уже 5 секундчик и заканчиваю. Ну, то есть, соответственно, сейчас Telegram в завершении я скажу несколько о какой-то роли, которую он выполняет, которую нужно учитывать. Это информационная, естественно. Да, вы узнаете информацию от первых рук быстрее, оперативнее. Вторая — это манипулятивная. То есть Telegram-каналы создают информацию, которая, естественно, кем-то ангажирована, ставит своей задачей вас привлечь либо на одну сторону лагеря, либо на другую, в зависимости от создателя ее. Естественно, развлекательная и коммуникативная, где вы можете общаться с пользователями. Ну, например, сейчас, ну, конечно, естественно, главная задача была не коммуникативная. Только сейчас ее внедряют. Но для органов власти, например, Telegram очень такой лакомый кусочек, потому что для многих, ну, чего греха таить, органы власти не очень любят читать комментарии. Они, конечно, с ними пытаются работать, но не очень любят на них вообще смотреть. И Telegram, конечно, в этом плане выполняет огромную роль. Я не могу сказать, что все равно многие интересуются, что говорят, какие-то проблемы, с чем-то работать. Ну, например, там, Telegram-канал недавно завело правительство. Тоже максимально это опровергает какие-то фейки о экономическом развитии, какое-то решение. Там, допустим, последнее, что было запрещено, остекление балконов уже прям вот скоро запретят. Естественно, вот органы власти приходятся тем, чтобы с этим тоже работать с фейками. То есть, ну, поэтому для того, чтобы читать Telegram, нужно набивать руку и взаимодействовать именно с контентом, конечно. Бороться с фейками и читать истинную информацию, проверять ее. Я, наверное, закончил. Да, да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Если будут вопросы, зададите, я отвечу с удовольствием. У нас, на самом деле, сейчас идет плавное продолжение темы социальных сетей. И я рада представить вам нашего спикера из Ирана, господина Туража Шералио. Это управляющий директор газеты Иран Дейли. Вот вы можете видеть у него голубой задник, Islam Republic News Agency. Это одно из вообще крупнейших в Иране, крупнейшее государственное иранское информационное агентство. И газета Иран Дейли связана и является частью этого информационного агентства. Мистер Шералио, вы можете услышать? Да, я рада, 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 мы слушаем. Пошло, по-к 1-й. Пошло, по-к 1-й. Пошло, по-к 1-й. Всем привет, я рада, я рада, я рада, я рада, я рада, с вами с вами доб fun. Пошло, по-к 1-й. some of the knowledge that I have and I understand that you are students of journalism in Kazan University so it's a pleasure to see a generation of young journalists from Russia and I am very grateful to Islamic Republic News Agency IRNA, IRNA as well as Sputnik News Agency for arranging this meeting Thank you so much Just a second Yes, perfect Yes, please Please go on Today the topic of our discussion is what is a news agency do we need news agencies why and what are the challenges and opportunities before news agencies in this age of social media are news agencies needed or no longer needed Well, start finding the answer to this question before we move to our main discussion I have a PowerPoint file I will share it with you We move step by step For the first 15 minutes I will give you some basic information which I think is needed to know about and then we will have a question-answer discussion that is where I will collect comments from the students and then briefly we will conclude the meeting and then say goodbye or as you say Dasvidani But before saying Dasvidani Let's start the meeting Please have a look at this PowerPoint Please look at the title of today's presentation Future of National News Agency Agencies like IRNA like Sputnik and how they can thrive in a digital era How can they continue living in this digital era? My name is Thuraj Chiralidu I am an international political communication researcher I used to be IRNA bureau chief in London and Pakistan and at the moment I am a staff of research department of IRNA and hopefully I will retire next year after 30 years of service So this is the person talking with you Have a look We have some basic questions that I would like to draw your attention to them Number one What is a news agency? Basically news agencies some people are mistakenly thinking that news agencies are mass media mass communication media but this is not the case A news agency does not broadcast or publish the news agencies but it is a medium for supplying the media with newspapers like newspapers like TVs like I should say radios with the news so a news agency is a medium of providing news to the media then these media like print like broadcasting whatever sell the news stories to their subscribers okay the point is all the media all mass media depend on news agencies some media like great or I should say large newspapers or broadcasters they have their own news gathering resources but again they rely and depend on news agencies number two why are news agencies needed this question can be answered why do we need news at all why do we read or hear listen to news or watch news to keep ourselves up to point to entertain ourselves to become happy to read funny stories to read serious stories news and sometimes to stay aware of what is happening around us news agencies are the best sources of providing us with the news in this regard okay what is the next question what are the sources and functions of news agencies imagine you are graduated you are working for a news agency how do you receive news agency reports what are your sources well as a journalist you have a number of sources who work in a news agency sometimes your stories come from routine calendar scheduled events for example for example you know that in next May there would be St. Petersburg Conference Economic Conference so you already have in your schedule covering and giving coverage to St. Petersburg Economic Conference or you know that next year in September or every September there is UN General Assembly and as a news agency you include it in your work in this case so these events scheduled events are one of your sources another source for news agency and your news agencies are data or reports that are published for example every three months every six months annually and as a news agency you know that these reports for example the report of a research organization on disarmament or on arms sale in the world globally will be out next week so you are already aware of that and you are ready to cover and then from time to time you also cover meetings and you also wait for press releases to come to you and when these press releases or media releases are published you receive them and you distribute them to the media question number four who are end users of news agencies imagine you are working in the sputnik news agencies or in irina news agency what are the your subscribers who are your end users or your customers in one sense well it depends there is a there is a wide range of end users but basically you can say that sometimes you are distributing the stories or the news for general public for the attention of general public either local or national news agencies sometimes you have very targeted a specific audience or end user for example you have one service of news only for banks or financial institutions or you have one news wire or news service only for special companies involved in for example agricultural products this is the way that your news agency can also make money by distributing services these news to these end users so your end users sometimes are public sometimes are media like newspapers like broadcasters and sometimes they are very targeted audience like as I told you financial institutions who pay to receive your news and this third party fees you receive the fees or the money for content distribution and number five the basic question that I would love to draw your attention to what are the type of news agencies in the world generally speaking there are three or four a news agency can be local or national only focusing on local news for local audience you can imagine many of such local news agencies one level upper the original or continental news agency these are news agencies that cover a wider scope of news and developments that is happening in a region in a number of countries or in one continent like Asia or Europe only focus on that and at the third level there are what we call global or transnational news agencies and then you can imagine many of them you can see their name I have put some of the names there on the screen you can see that for example there are a number of news agencies there local and well I think now you are to some extent ready with some basic ideas what is a news agency why do we need news agencies what are the sources of news agencies who are the end users of a news agency and what are the types of news agencies okay now let me come to the first question in this age of modern digital social news media is it good for a news agency or bad what do you think can I have one comment from the first row is there any person any student to answer me what is good and what is bad when news is there yes sure just give us a second a будет ли у кого-нибудь ответ на вопрос от спикера please one of the students stand up raise your hand stand up and не стесняйтесь вопрос me for comment следующий какие есть да плюсы минусы или допустим вызовы возможности у современных соцсетей может быть кто-нибудь ну на английском задаст либо на русском а я помогу перевести да у нас у нас есть у нас есть один комментарий вот в том конце зала yes we have one student just give us a second we will give a microphone of course of course let's have an interaction with the students да вот интерактивное вовлечение это то к чему призывает спикер can you stand up please so I can see you встаньте пожалуйста чтобы он вас лучше видел да well our students will ask in Russian and I will help to translate хорошо хорошо я хотела сказать такую точку зрения то что благодаря социальным сетям из плюсов то что информацию получить стало проще но тут же вытекает минус то что как раз о том о чем уже говорили что очень много фейковых каких-то новостей той же информации и допустим человеку плохо разбирающимся в СМИ сфере вообще информации тяжело определить правду от лжи и тяжело разобраться чему верить спасибо большое спасибо So the question is on one hand it's so easy to get any kind of information we're looking for but on the other hand fake news is everywhere and it's very hard to tell apart where is truth and where there is fake news basically so that's the question Thank you большое спасибо So, you are taking me directly to one serious topic, fake news. So, fake news could be one of the challenges facing the news agencies, but at the same time, it could be an opportunity because news agencies are considered as a reliable source of information and news. Whatever you see in a news agency outlet or wire, you take it for granted that you can rely on that for 100%. Plus, a news agency checks and cross-checks the facts before filing them online. So, I assume that for a news agency, this age of modern digital social media are both a challenge and an opportunity. You mentioned one point, fake news, which is very much around us. We are breathing it every day, every minute. But that was a good start to enter into our discussion. And I, again, thank this Honorable Stephen for her contribution. Let's move to the second question or second topic of discussion. Now that internet has entered our life as a news distribution channel, what can a news agency do to continue living? Imagine, in this age of social media, which I, when I was listening to a previous speaker, I couldn't follow Russian, but for many times, I heard the words Twitter, I heard the words Instagram, maybe social media as well, Facebook. These social media, to some extent, are also functioning as a news media channel. Now, how can news agencies take advantage of internet and not to compete, but to stay alive as a reliable source of news and information? Well, what is good about internet is that internet is fast, very fast. Number two is that internet is decentralized. If you want to use internet, you don't need to get a special license or a permission or a resolution from the United Nations or from local authorities and officials. That is good, but it could be also challenging. Again, what is good about internet is that because you are a student of news media or journalism, you know one phenomenon which is called convergence. From mixing of media, there are new media coming up. Look at the history of media, how media has developed. Our ancestors used fire and smoke to send messages. Then their voice. Then, imagine when telephone was invented, then TV came up, satellite, everything, internet. Now, what is going to happen next? So internet has provided us with this opportunity to be asked and to be free to get as much as information we need. Another point, free of charge. We are receiving a bunch of information without paying practically, without paying practically anything for them. Just through a subscription or an internet provider service. So these are advantages, but this being fast, this being decentralized has also challenges. And news agencies should be able to cope with these challenges by providing, as you said, fake news can be taken away with reliable news. If I know that, if I subscribe to IRNAM, if I subscribe to the Sputnik, then I am receiving reliable news. Then it is very important. Why reliable, correct information is important? Can I have this question from one of the students from the floor? Why correct information is important? Yes, thank you. будет ли какой-то ответ, почему важна достоверная reliable или корректная информация? Пожалуйста. Вот как будто бы вы хотите... А вот, да, в последнем ряду есть вопрос. почему важна достоверная информация? Доброе утро всем. Good morning. Yes. Почему важна достоверная информация? Ну, уже говорили, потому что фейков очень много в сети есть информация, которая, как скажем, людей вводит в заблуждение. Пример даже у меня есть. А можно я переведу? So, as we were saying, well, that's due to the fact that there's so much fake news and there's information that is misleading people. So, пример есть. Недавно на Чистопольской, где я живу, есть же там в доме ресторан прямо. Говорили, что читали, бизнес онлайн и все СМИ пестрили об этом. Что там заложили бомбу и вымогатель просил 10 тысяч рублей. So, well, on the street where, well, the student lives, there is a restaurant and some local media have reported that a бомб was placed in this restaurant. Но потом, спустя какое-то время, ну, всех жителей эвакуировали из-за этого, чтобы сохранить и обезопасить их жизни, но потом выяснилось, что это была ложная информация. So, all the people were evacuated and a bit later it turned out to be that, well, that was a complete fake and there was no bump. Thank you so much. Агромная спасиба. Апротип. Okay. The point is why information is important because if there is correct information, correct news, it takes us to correct decision-making. And if there is a wrong or incorrect information, there is very much the possibility that we make a wrong decision. so that is why incorrect or incorrect is very important. Imagine now there is a fake news that tomorrow there would be a hail of the snow in Kazan and nobody can go out for shopping and tomorrow you go out and see that it's a very good sunny day and you can enjoy yourself. Okay. Then you have plans for tomorrow you cancel your plans wanted to go for shopping you wanted to go for working and whatever repairing your house and then you delayed it. So because of this incorrect information you change your mind you change your plan and imagine sometimes this wrong information can happen at the national level not at an individual level. So news agencies could be and shall be excuse me shall be correct and reliable otherwise end users do not believe them. Let's move to the next question for discussion of course you will be answering me not I what are the needs of users of news agencies? I will be helping you for this question what do the end users need from a news agency? What does a media newspaper want from the news agency? For example I am owning a newspaper I am owning a TV channel and I am subscribing to IRNA or subscribing to Sputnik news agency what are my wants? What do I want from a news agency? A news agency should be as fast as possible. Something happens now if you are going to give me the story tomorrow it's too late. Even if you are going to give it me after two hours it's late. I want it now. So first of all the news agency should be very fast. Otherwise Twitter Instagram I don't know many other news social media will take the speed and go ahead and I will be delayed. Then my end users will not use me will not come to see me will not subscribe to me will not pay me any money for my news. So number one I should be very fast. Number two as you said I should be very much reliable because if I have correct information then I will lead you to make correct decision and I will also stop fake news from spreading. Okay. Maybe you can tell me number three and number four what does end users want from a news agency in addition to speed and to being factual. Okay. Yes, please give us a second. А что же хочет получить конечный потребитель от информационных агентств, кроме того, что это должно быть очень оперативно, не через час, не через два, а сразу же, как события происходят, и кроме того, что это должно быть максимально достоверно и точно. Есть ли какие-то еще аспекты, которые конечный пользователь ждет от информационных агентств? Пожалуйста. Probably it's a hard question, but кто-нибудь хочет? Нет вариантов? Да, пожалуйста. I think what we need to see something beautiful, like beautiful pictures, beautiful. Materials, you mean some kind of attractive materials? Yes. Beautiful. But you mean visually attractive, yes, in this regard? that's the answer we have. Thank you for the lady in black. Tony Plaza, Tony Plaza. I don't think we have any other comments from the audience. Thank you. the point is they want us to be fast, as fast as possible. They want us to be reliable. And maybe at least two more expectations or wants from a news agency. They need us to give them special packages. What I say, tailor-made packages of news services. For example, a banker wants a news agency to give special news on the latest developments in stocks markets. But this is not the case with a scientific institution. Maybe a scientific institution or a research-based institution wants a news agency to give it or to give them the latest news in packages about latest development, for example, in the field of astronomy or in the field of agriculture. So they want us sometimes to be very specialized, to have very specific services. Not general news, not only general news, but also specific packages. So a news agency should be able to give the end users special packages. Through that, it can thrive, it can continue living. And maybe one more, maybe one more. They expect news agencies also be interactive. This meeting between us is sort of interacting. I talk and I give you the chance to talk too. So it is not a monologue. It is, in a way, dialogue. Well, with some limitations, okay? We need order as well. We need discipline, so I ask you one by one. imagine if I keep talking to you and keep talking to you like a radio, and then you will not interact. So the end users of news agencies also want them to be interactive, so that when you have comments, you can call back or you can write back to them. Or interactive services, in one sense, so that you can take part in the process of getting the news and contribute to that sometime, add some elements to that story. So these are a number of needs of the end users. And thank you again for the lady in black, for sharing us her views. Maybe, well, I already touched this topic, news agencies as diversified platforms. not only as one wire service, but a variety of services. For example, you can have a variety of services in text, in data, in graphics, in videos, in multimedia, especially multimedia, so that you can interact with the news agency, and so that you can also keep yourself abreast and keep your end users already informed of what is going on in the book. and let let me go to number five and the last question. A news agency, in order to be active, in order to be lively, and in order to be moving, has to have all of them, one, two, three, four, well, and also, it should innovate. What do we mean by innovate? It means that, of course, you need to be factual, not fake news. You need to be balanced. When you are balanced, that means, for example, there is a parliamentary session, discussion, or debate, there is a plan, or there is an act, and there are for and against this act, or this draft act. Some people speak in support, some people speak against this act, draft act. And if I'm going to report it, I only report one side of this, only people against it, or only the people in support of this act, you as the end user maybe stop receiving me anymore. Say, no, your story was not balanced. You didn't give me a true, a complete picture of the event from both sides, or from three sides of this story, of this event. So, a news agency should be fast, a news agency should be factual, a news agency should be balanced, the stories that we publish should be objective, in one way, reliable, but is it enough? No. News agency should be able to keep pace, to move step by step with the new emerging media, with the multimedia, and also have their own innovations, their own new services. Don't forget the phenomena of conversion. when I told you that how media merge together, mix together, and make a new media. What is going to be the next media? We don't know, but we have some ideas. Okay, thank you for your contribution, but this is not the end. So, other story of news agencies, when you graduate, you enter this news business as a reporter, as a journalist, as an editor, maybe as a veteran editor, veteran journalist, as a chief editor of a news media or a news agency, is that you need to be very much careful about technology, you need to be very much how this technology is affecting our lives, and you need to be innovative, to be innovative, you need to be predictive. Okay, now there is an open discussion, I think we have a couple of more minutes, based on what we had in the first part, A, and based on your contributions from B, section B, I would like to have now a general open discussion. For your concentration, I am bringing you what we have in this slide, please have a look at this. There were some basic questions, please. see them. Now we have an idea of what is a news agency, what are its sources, why a news agency is used, blah, 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 blah. What are types of news agencies, national, transnational, local, continental, whatever. Now, we have some questions in our mind about the future of the news agency, the challenges, internet as a challenge, internet as an opportunity. What are the needs of our users? News agencies as diversified platforms, giving us special packages, tailor-made packages. What do we mean by tailor-made packages? I am tall, I go to the tailor, and the tailor measures me and provides me with a special kind of shirt or dress or I am short and I go to a tailor, again, another tailor-made package. As a tailor, you don't give a tall person a short cloth, vice versa, or a fat and thin. You need to make it, prove it, on the body of your customer with their special services. Now, and this should happen, as I told you, number five, need to respond and innovate as soon as possible. Okay, now I would like to come back to you. We move away from the PowerPoint. Let me see whether I am successful in that or not. now I can see you all. Okay, welcome back. Now you are a media user. Every one of you is owner of one newspaper, one radio channel, one TV channel. I am a news agency provider, Sputnik, Irna, whatever. Okay, what do you expect me to give you in the new age? I see all of you are young, young generation. What does a young generation want from a news agency so that I as Irna, I as Sputnik can compete with Associated Press, can compete with Reuters, can compete with AFP, Transparency. What do you expect me? Please feel free. And I invite those ladies and gentlemen that didn't contribute in the previous section to take the stage and give us I am 53, I think you are 22, 23. No, probably even younger. Yes. please, as person in his or in her 20s, tell me what do you need from a news agency and then we will say adios, we will say that's the name. Okay, Okay, thank you so much. Будут ли у кого-то какие-то вопросы, вот вы как представители, да, нового поколения, чтобы вам было бы интересно получать от международного информационного агентства, и чтобы оно могло дать такого, допустим, спутник или ИРНА, что не может дать Reuters или AFP, да, или кто-то еще из конкурентов, какой вот сейчас запрос в плане потребления новостного контента именно у вас? Он с удовольствием как бы просуждает на эту тему, ответит. И вот те, кто не задавали вопросы, особенно приветствуются сейчас, чтобы привели инициативу. Может быть, я не знаю, запрос на вирусное видео есть, или запрос на какие-то визуальные материалы, или что-то еще, подкасты, что вам особенно интересно? пожалуйста. Пожалуйста. Вы очень хорошие студенты, вы не хотите ничего. Мне кажется, у нас вот вопрос есть, даже к концу. Да, молодой человек. у нас есть вопрос. Так как мы живем в 21 веке, для нас, по такой информации, 22 раза быстрее, чем 20 век, и тому подобное. Поэтому люди любят, так скажем, поток информации, если он более короткий. Из-за этого люди смотрят TikTok, истории в Инстаграме, и тому подобное. Так вот, когда я вижу, допустим, постырия новостей, или тому подобное, то они очень длинные и большие. Так вот, желанием было бы, когда, если они были намного меньше, и поток информации был бы основным. Ага, переведу сейчас. Well, so, the message is that, well, we have so many news materials that it's hard to perceive them unless they're short. And so, well, young generation is interested in shorter messages because it is basically much easier and much faster to consume. maybe thank you. You want to say something? Maybe one more? Yes, please. I welcome comments from the floor. You have another comment? Of course. I appreciate that. Thank you. Good morning. Speaking about us, younger generation, I want to say that as the student already said, has already said, that we are more interested in visual information, visual expression. For example, is it more easy to, more interesting to see a movie, a film, than read that information, for example, in the newspaper or in a book? So, my point of view is that the news agencies like yours should give us trust and use some visual expression, visual information. It is more, it is easier to воспринимать. Yes. Еще будут какие-нибудь вопросы, комментарии? Who is talking? Who is talking? I can't speak. Yes. I'm looking for a next one to talk. Девушка, вы, может быть, хотели? There will be more questions in the comments. My understanding is that as a new generation, the future is yours. You will be the future generation. You need simple and short messages, not long stories. not commentaries. But, mind you, both of them are needed. The fact is that that lady in the front row and I see that they are looking at their mobile. When I am looking at my mobile, that means I want to see short messages, not a commentary, not a feature story. And if I am interested in that, I click and then go to the link and see the extensive commentary on that. So, as a younger generation, as we said in the 21st century, in the age of internet, or they said in the age of, sometimes they said internet of objects. Now, there is no internet of object at all. We are talking about NFTs, non-fungible tokens. We are talking about metaverse. We are talking about something that does not exist and we are buying it. Okay, in this age, you need to be fast, you need to be simple messages and these messages should be clear, very clear, understandable, and comprehensive so that news agency can move ahead with this task. Thank you again, everybody. The point is that this conference room will be taken in five minutes and a new team will come to this conference room. Five minutes. So, I have to thank you again. I thank Irna News Agency. I thank again, once more, Sputnik News Agency for giving us this chance and opportunity to get in touch with you, to communicate with you. Hopefully, in very near future, we will be able to sit face to face in person and discuss professional matters between our two news agencies, between the media persons of Iran and Russia, two friendly neighborly nations. With this expectation, I would like to say goodbye to you and hope all the best for you in life and career. Thank you very much. Just with them. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. It was very interesting and I really hope to cooperate with you in the future. Thank you. Goodbye. Наш иранский спикер нас покидает, у него сейчас следующее мероприятие, но мы с Максимом пока здесь, поэтому если будут какие-то вопросы, с удовольствием ответим. Добро пожаловать. Как вы относитесь к закону о запрете мата в интернете? Ой, интересный вопрос. Да, спасибо за вопрос. Я, ну, скорее всего, против. Мне кажется, что в некоторых видео все-таки, ну, это неотъемлемая часть языка, поэтому мне кажется, что, конечно, злоупотреблять не стоит, но так, чтобы прям на корню это запрещать, я думаю, что в этом нет сильно необходимости. У меня другой вопрос, может быть, в целом к аудитории. Вот, если зашел разговор о fake news и так далее, как вы относитесь к государственному регулированию социальных сетей? Стоит оно того, чтобы бороться с фейками и заходить в соцсети или не стоит? Как вы считаете? Ну, при нынешнем государственном строе, наверное, давать-таки полномочия государства вообще не стоит, потому что будет пользоваться, ну, с репрессивным государством, оно будет пользоваться в своих целях этим, и нет, сейчас не стоит. А фейки регулировать не надо? Или как? Ну, как-то с ними нужно работать? Ну, надо с ними, конечно, работать, но просто сейчас государство не будет, сейчас для государства фейк – это правда, поэтому, не знаю, это должен делать кто угодно, но не государство, какое-то, что-то независимое с этим должно бороться, но сейчас это невозможно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, а что-то еще? У меня похожий вопрос. Как вы думаете, какая сейчас у нас в России ситуация с цензурой? в принципе? Вы знаете, мне, вот, я работаю с зарубежными СМИ, с зарубежной прессой, и внутреннюю повестку я не буду комментировать, потому что я просто работаю с зарубежной повесткой, и я могу сказать, то, что то или иное регулирование и законы о СМИ, они есть везде, и везде есть своя специфика в своем, в каждом регионе, поэтому, ну, как бы, по-разному везде бывает, но надо работать, честно делать свою работу, писать новости достоверно, оперативно, и, ну, исходить из этого. Я думаю, что она, конечно, есть, но, с другой стороны, а не является ли цензурой то, что, например, государственные СМИ и государственные аккаунты в социальных сетях иностранных выделяются вот этой подписью подконтрольные государства, то есть, не является ли это тоже цензурой? И, допустим, да, вот блокируют в Ютубе каналы наших медиа, не только наших медиа, и у китайских СМИ, у уранских СМИ, у других СМИ бывают с этим проблемы, то есть, это настолько многополярная какая-то история, и, вот, прекрасный вопрос, не является ли это такой же цензурой нас? В ответ. Ну, вот именно, на уровне поля. Ну, в целом, какая-то есть, но я скажу вам так, что, конечно, не нужно питать какие-то иллюзии, и у каждого СМИ есть, там, владелец и так далее, то есть, у каждого СМИ есть какая-то внутренняя, цензура, мы об этом пишем, об этом нет. Это касается не только государственных СМИ, это касается, в том числе, и так называемых либеральных, вот, поэтому, ну, в том или ином виде она, конечно, присутствует. Я вот лично поддерживаю ту точку зрения, что у самих редакторов должна быть какая-то цензура, вот именно, такого местного характера. Сверху навязывать, ну, скорее всего, на мой взгляд, это иногда может быть опасно, в том числе, для понимания самих журналистов и для самих читателей. Я бы добавила, что у информагент немножко другой же подход. Вот у нас меньше журналистики мнений, больше журналистики, которая освещает конкретные события здесь, И когда выходит новостное сообщение, которое говорит, такого-то числа там-то, тогда-то случилось тот-то, цитата, одна-то, цитата, вторая, подтверждение одного, подтверждение второго. И там уже, скажем так, материал ведь не из области журналистики мнений или интерпретации. Там просто именно сообщение такое-то, что случилось это, примут такой-то закон, будет то-то. Поэтому, может быть, как бы, информационные агентства работают по каким-то более, что ли, понятным простым лекалам, нежели там другие печатные здания или телеканалы. Спасибо. Спасибо. Так, только микрофон надо. Насколько мне известно, в России некоторое время назад хотели запретить Телеграм. и вот как вы относитесь к этому? А подписывайтесь на наш Телеграм-канал журнский 4. Там все самые актуальные новости по всем проектам нашего информационного агентства. Подписывайтесь. Будем рады. в целом, ну, я, конечно, не считаю, что это нужно, потому что Телеграм — это отличный рабочий инструмент. В том числе и для... Ну, это очень удобно. Начнем с этого. Поэтому, ну, не знаю, я все-таки так с опаской немножко к этому отношусь. А к тому, что некоторые паблики зацензурены, то есть не во все паблики открытый доступ. Вот, допустим, я могу зайти в какой-то паблик и мне будет написано, вот для вашего региона этот паблик не открыт. Ну, вот это к вопросу о цензуре, что, к сожалению, наверное, некоторые немножко злоупотребляют. Я не скажу, что злоупотребляют прям свободой, но, не знаю, там, кто-то публикует персональные данные, кто-то еще. Ну, вот последнее из самых громких это Глаз Бога, что называется, аккаунт, который цензурировали, тоже запрещали. Ну, то есть тут вот всегда ситуация двоякая. То есть где-то нарушает канал какие-то правила, а где-то, конечно, должна, ну, не должна, где-то вмешивается власть, чтобы это сделать. Ну, здесь не может быть какой-то прям истины. Моя точка зрения, что телеграм запрещать не стоит. Да, я полностью согласна с этим. Спасибо за вопрос. Так, там еще вопрос сейчас будет. Мы разбирали такую тему, как социальные сети. У меня немножко об этом вопрос. Я хотела узнать, вот, сейчас очень популярно и уже, ну, достаточно продолжительное время блогеры. И эти люди, в принципе, имеют, так скажем, какую-то власть. У них есть свои читатели, слушатели, зрители. И в какой-то степени сейчас даже можно сказать, что некоторые считают блогеров некоторых теми же журналистами, что они, возможно, какой-то исполняют функцию СМИ, потому что рассказывают о чем-то, просветительскую функцию исполняют, в принципе. Как вы относитесь, считаете, ну, вот, есть журналисты, которые очень много тратят там времени на образование, учатся, ну, как, так или иначе, в принципе, связаны с этой сферой, а есть люди, которые просто набрали популярность из народа, ну, и не имея какого-то конкретного, например, образования, вещают на большую публику и где-то, возможно, позиционируют себя даже как журналиста. Спасибо за вопрос. Я начну? Да, конечно. Ну, в целом, конечно, насколько я знаю, в последнее время регулируется все это законом о, по-моему, то ли у СМИ, то ли еще какой-то был, о том, что блогеры от 3000 подписчиков тоже должны, в принципе, соблюдать этот закон. Ну, мне кажется, в принципе, это правильно, потому что блогеры иногда немножко, вот я говорю, что и фейки, еще что-то, ну, то есть, какая-то, какая-то социальная ответственность у них должна быть, они должны понимать, что они пишут на большую аудиторию, что они могут влиять, они, вот, естественно, они должны соблюдать какие-то, ну, правила, хотя бы, не знаю, какую-то этику, для журналистов, так, в принципе, более-менее, может быть, где-то не писанные правила, еще что-то, есть какая-то этика журналиста, по-моему, даже какое-то время назад пытались это создать, конечно, по-моему, не довели до конца, но у журналистов кое-как, она все равно регулируется, опять же, вот эта этика есть. у блогеров в этом проблема, что у них нету никаких правил вообще, то есть единственное, что вот этот закон, но насколько они его соблюдают, тоже вопрос. Ну, в принципе, регулировать стоит. Что касается совмещения журналистов и блогеров, какое-то время назад журналисты пытались стать блогерами, то есть они все шли, они создавали твиттеры и так далее, и так далее, вот, у кого-то получилось, у кого-то нет, в принципе здесь проблем нет. Мне всегда казалось, что журналистам, именно как сотрудникам какого-то издания, интернет-издания, огромного агентства, может стать абсолютно любой человек. Писать может абсолютно любой человек, для этого, может быть, не нужно получать там профессиональное образование журналиста, но при этом, конечно, весомый плюс в образовании, естественно, есть. Это кругозор большой, это не зашоренность, это, ну, то есть что-то есть. Блогеры, они, конечно, нужны, и они нужны еще тем, что они подстегивают интернет-издания быть лучше. Новые форматы, опять же, посмотрите на, многие заводят YouTube-каналы, отдельные каналы, например, вот опять же, Ирия Новости, появились ток и код. Ну, то есть это вот именно подстегивание от блогеров, что, ребят, смотрите, мы создаем контент лучше и ярче, значит, если вы хотите, то вам нужно нас догонять, если нет, то, ребят, оставайтесь, пожалуйста, там пишите для такой олдскульной версии и так далее. Ну, конечно, это и конкуренция для СМИ, то есть они нужны, они обязаны быть. Другое дело, что, конечно, может быть, все-таки нужно как-то где-то упорядочивать, посматривать, чтобы все это было в рамках каких-то. Но опять же, водить прям строго всех под ног ребенку, делать блогерами СМИ, СМИ поджимать, но не стоит. Давайте, может быть, последний вопрос, если есть, потому что мы уже больше двух часов с вами сидим. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. В России очень много сейчас разных совершенно информационных агентств, ну и агентства, агентства иногда рознь, иногда не рознь. Извините, какие вы имеете в виду информационные агентства? помимо РИА новостей, очень много же новостных всяких агентств. Каких? Их, на самом деле, меньше всего кажется. Меньше? Да, все равно, некоторые вот отдельные есть. Ну есть, нет, ну что ты? Я не назову конкретно. Вы имеете в виду ТАСС, Интерфакс, и РИА новость. Являясь работником одного из подобных агентств, как относиться правильно к своим коллегам, ну, из других агентств, они как бы, нельзя же их назвать соперниками, и коллегами, как вот сохранять вот эти вот деловые, рабочие отношения, как вот с точки зрения редакции, мне тяжело прокомментировать, потому что я-то работаю больше, да, в другом направлении, но наше агентство сильнее сейчас ориентировано на зарубежные рынки, потому что у нас огромный спутник, более 30 языков вещания, и с другими информагентствами российскими, мы на тех рынках не так сильно пересекаемся, они разведены. На российском рынке, да, естественно, есть конкуренция, но конкуренция же призвана и повышать качество в том числе. Вот если бы я работала бы в редакции, наверное, я бы как-то по-другому, бы более предметно смогла бы ответить. Со стороны я вижу так, что ну и прекрасно, и не одно информационное агентство, и хорошо, и качество выше. Ну, смотрите, какое-то время назад, ну, конечно, я присоединяюсь к ответу Кристины, но конкуренция, она какая-то есть все равно. То есть, например, во времена там до 13-го года, до ликвидации РИА Новости, конкуренция между ТАССом и РИА Новости была очень сильная. То есть журналисты, ну, например, не понаслышке знаю, что они конкурировали, кто первый даст информацию. Тем более, вот, мне кажется, у вас возникла сложность с тем, что вы называете информагентство. Конечно, у СМИ очень разная градация. Информагентство специализируется на подаче самой информации. То есть у нас есть лента, куда, ну, просто факты стреляют, факты. И, соответственно, у ТАССа, там, у Интерфакса есть точно такие же ленты. Здесь есть вопрос, типа, кто первый подаст на сайт. В этом есть конкуренция, конечно. Но конкуренция, вот когда там происходит одно событие, и все, там, не знаю, журналисты мешают друг другу, такое, ну, по факту нет такого. Там, не знаю, подножки никто друг другу не ставит. Мне кажется, может быть, даже есть какая-то кооперация, в том смысле, что делятся, договариваются, да, кто эксклюзив здесь, а этот эксклюзив там. Как-то, вот, может быть, вот так работа организовывается. Ну, такое есть, да. Опять же, есть история, что, например, ВГТРК, если, может, вы знаете, один из крупных видеобродкастеров наших. То есть, соответственно, другие СМИ должны с ними вступать в кооперацию, чтобы владеть каким-то контентом видео. Именно. У нас это, у нас, наш визуал, фото, хостинг, самый большой, поэтому другие СМИ, конечно, с нами тоже взаимодействуют по этому поводу. Конкуренции, как таковой, сейчас нет, потому что нас немножко разделили. То есть, мы больше на, да, на международную повестку, ТАС, там, Интерфакс, на другую. Естественно, у нас там есть сайт, который тоже так или иначе взаимодействует с внутренней повесткой. Но здесь, как таковой, прям конкуренции, битвы нет. Вот. Может быть, с другими какими-то СМИ, конечно. Мне кажется, вот я бы от себя добавила, что мы сейчас больше стремимся конкурировать с зарубежными информационными агентствами. Наша цель конкурировать с ними. Не только с агентствами, с газетами, с печатными изданиями. И да, там мы конкурируем, и там, конечно же, есть вот. И гонка в том, кто первый получит эксклюзив, кто первый снимет какое-то социально значимое событие, происходящее, где бы то ни было. Вот так. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы закончили. Спасибо вам огромное за участие, за ваш активный интерес. Я слышала, вы с первого курса? Не все. Не все. Мы вам желаем огромных успехов и в учебе, и в дальнейшей реализации творческой. И наверняка не только вы в журналистику пойдете, и во все смежные области, направления. Я желаю просто всем огромных свершений. Максим. Я думаю, что в ваших руках будущее журналистики, будущее остальных сфер, и в том числе смежных, и пиара, и политики, и даже СММ, вдруг кто-то захочет пойти. Поэтому дерзайте. Никаких вообще пределов нет, никаких барьеров. Вы сами устанавливаете свои правила. Поэтому замечу. Спасибо.